Добрый день, друзья! Меня зовут Алексей. Это видео у нас будет посвящено вопросам переуступки. Если вы купили квартиру в Батуми или хотите квартиру в Батуми продать от застройщика, и у вас есть условно покупатель на данную квартиру, или вы хотите купить квартиру от застройщика в формате переуступки, это видео будет, наверное, вам, может быть, полезно. Сегодня я коснусь трех застройщиков. Это будет застройщик Карфи, у него комплекс IC, потом застройщик премиум, у него комплекс Steps. Самый, наверное, хороший и крутой застройщик в Батуми – это компания Next. И вот мы коснемся этих трех брендов, застройщиков в Батуми. Небольшое предисловие. Если вы условно владелец квартиры, вы купили квартиру с какой-то рассрочкой, и вы, допустим, не можете выплачивать квартиру по каким-то причинам, и вы хотите эту квартиру продать. Вы купили год назад, два года назад, это, в принципе, неважно. И у вас нашелся покупатель, который готов на себя, на свои плечи, переложить вот это бремя выплаты застройщику по вот этой рассрочке. Или даже наоборот, когда у вас есть квартира полностью выплаченная у застройщика, но она еще не оформлена юстицией. Она числится на балансе застройщика. Вам нужно эту квартиру продать, у вас есть покупатель, который готов эту квартиру купить. И вот возникает такая вот ситуация, как эту квартиру оформлять. Самый простой, наверное, путь, это вам пойти, и вы как продавец, вы идете с представителем застройщика, идете в юстицию, оформляете эту квартиру на себя, и потом с таким же успехом эту квартиру продаете. Если квартира, опять же, выплачена, опять же, если за квартиру выплачены все деньги, тогда вы можете квартиру оформить без проблем. Если у вас пока еще висит некий какой-то долг, обременение, вы также можете эту квартиру оформить на себя в юстиции, но у вас будет прописано обременение по данной квартире, которое потом надо будет снимать в присутствии застройщика, когда вы выплатите ему все деньги. Вот, но вот такая ситуация вы хотите продать. Вот как здесь у разных застройщиков проходят эти моменты, вот, наверное, вот это я хотел осветить, как вот у меня лично получилось. Была одна сделка, когда продавец квартиры условно находился не в Батуме, и у него, этого продавца, здесь был представитель, на которого не было вообще никакой доверенности выписано, не было доверенности, просто он представитель этого человека, который находится за пределами Батуми, за пределами страны, в другой стране находится. Есть покупатель, у меня был покупатель, тоже иностранный гражданин, который эту квартиру захотел купить. Вот как это происходило в Арфе, достаточно просто. Человек-продавец из-за границы, пишет электронное письмо застройщику, прошу свою квартиру, ну, условно, оформить на своего представителя, который находился в данном момент в Батуме. Пришло электронное письмо, которое там было подписано, ну, за границей было подписано, в электронном виде все это дело, застройщик это письмо принял, и, по сути дела, оформил квартиру, по этому письму на представителя-продавца. Никаких доверенностей вообще не было. Абсолютно, можно сказать, чужие люди, не в браке, просто квартира была оформлена на этого человека, и мы благополучно потом эту квартиру продали. Продали новому покупателю. Это что касается компании Арфе Групп. Следующая квартира у нас в Степс, от компании Премиум Групп. За эту квартиру продавец выплатил все деньги, там долгов никаких нет. Но эту квартиру не стали оформлять ее юстицией, и сейчас у нас такой есть процесс, формат поиска покупателя на эту квартиру, и оформлениями этой квартиры через застройщика в формате переуступки. Почему переуступки? Почему, допустим, продавец не пошел в юстицию и не оформил эту квартиру на себя? Потому что этот комплекс, он, это апартаменты, по договору, по сути дела, застройщикам, договору застройщикам, продавец, имеет право в этой квартире жить только два месяца. Хотя квартира еще без ремонта, там нужно делать ремонт, там белый каркас. Но вот некий договор застройщикам, обязывающий продавца, жить только два месяца в этой квартире. Все другие 10 месяцев, он должен эту квартиру передать застройщику, и застройщик уже должен эту квартиру, как бы, сдавать и прибыль делить в процентном отношении 60 на 40 собственникам жилья и, соответственно, самим застройщиком. С управляющей компанией, по сути дела, застройщик, который будет получать вот эти 40% за сдачу квартиры в аренду. Но собственник жилья должен сделать ремонт за свой счет в этой квартире. Поэтому вот у нас такая сейчас возникла дилемма. Если продавец оформляет квартиру на себя, то фактически он становится сразу же плательщиком за обслуживание, он должен будет заплатить за газ, там, по-моему, полутора, около 1500 долларов нужно будет заплатить, и сразу он попадает на некие вот такие издержки, финансовые-финансовые издержки. Поэтому пока она висит в формате, как бы не оформленном формате, ее, в принципе, выгоднее продать, наверное, вот по процессе переуступки. Но опять же, в этой компании, ну, не то, что проблема, не проблема, нужно записываться за, там, за две недели к юристу, чтобы вот этот договор переуступки оформить. Это тоже не, вот, вы не думаете, что вы пролетите сюда и с другой стороны, и за один-два дня все сделаете. Нет, это так не работает. Даже если вы условно позвоните, и вам скажут, все, приезжайте, будет все совершенно по-другому. Поэтому имейте в виду, либо вы должны иметь какого-то своего представителя в Батуми, на которого вы выписываете либо доверенность, которая за вас бегает, ну, либо приезжайте сами, живете и там ждете. Все это, весь этот формат. Но в формате степса вам тоже доверенность не нужна, потому что переуступка оформляется без доверенности. Также находится покупатель на данную квартиру. По письму, по звонку застройщик без проблем переоформляет эту квартиру на нового собственника. Все, вы, в принципе, там как продавец даже и не нужны. Просто должен быть какое-то доверенное лицо, который примет условно деньги или направит, как бы, даст реквизиты, по которым вам будет оплачена, как бы, сумма за эту квартиру. Но имейте в виду, что у вас должен быть открыт счет в грузинском банке, потому что, если у вас не открыт счет в грузинском банке, проблема переправить деньги в другую страну может быть. Такие случаи тоже есть, когда покупатель отказывается покупать квартиры у людей, у которых нет счета в банке, которые не принимают формат оплаты наличными средствами. Теперь так плавно перейду к формату застройщика Next. Next, как вы знаете, сейчас это, наверное, самый такой амбициозный и крутой застройщик в Батуми, который уже вышел на рынок Дубая, строит Дубай, строит в Гоню, у него в Махинжаури. И, в принципе, такие самые оптимальные и классные дома. Но вот с застройщиком Next у нас как раз возникли какие-то некие такие, знаете, тонкости, моменты, которые я лично их решал три недели. Именно решали этот, решал этот момент. Как бы дано. Продавец квартиры не гражданин Грузии, гражданин другой страны, живет вообще в Израиле. Хочет эту квартиру продать. У продавца остался невыплаченный долг за квартиру. Ну, не долг, вернее, это рассрочка платежа до конца 2024 года в размере 8-9 тысяч долларов. Соответственно, я нахожу покупателя на данную квартиру, который готов эту квартиру купить, готов эту рассрочку оформить на себя. Ну, соответственно, как и так, у меня уже есть прецедент, когда это все делается довольно-таки легко. Я прихожу в юридический отдел компании Next, говорю, что вот у меня есть покупатель, давайте переоформим квартиру по переуступке. На что мне говорят, что нет, у нас это так не работает, нужна доверенность. Я говорю, ну, я вот делал тут, недавно только что делал, никаких доверенностей, никто не просил. Мне говорят, нет, у нас все по доверенности, потому что были какие-то, видимо, случаи, какие-то, видимо, там возникали ситуации, когда они сейчас пытаются перестраховаться, поэтому требуют доверенности. Я, соответственно, беру, заказываю эту доверенность. Ну, в Австралии сейчас происходят некие события, которые, ну, довольно-таки сложно вообще сделать доверенность. Соответственно, получается эту доверенность человеку сделать, ее, там, какими-то кривыми путями пересылают ее сюда, в Батуми. Причем юрист мне говорит, высылает некую форму этой доверенности, которая такая, ну, размытая, такая расплывчатая эта форма, в которой нужно самому, по сути дела, все это забить, но это должен уже забивать, наверное, нотариус забивает, вот, и просит включить некоторые пункты, которые нет в этом образце, этой доверенности. Там должен быть включен пункт переуступка. Вот, в итоге мне делают доверенность на меня, полную вообще доверенность, вообще полную, какую только может быть, на все, на получение денег, ну, в общем, все, что хочешь, могу с этой квартирой делать. Но не указывает слово переуступка. Потому что, как бы, нотариус в Израиле, в Израиле посчитала, что, ну, я не знаю, почему она посчитала, что слово переуступка там лишнее, потому что и так это полная вообще доверенность на все действия с данной квартирой. Ну, как бы, я думал, я же не буду спорить там с нотариусом. Я приношу эту доверенность юристу, компания Next, он смотрит и говорит, что нет, я не могу эту доверенность принять, потому что нет слова переуступка. Я говорю, ну, вот она же полная доверенность, полностью все. Он говорит, я не могу, у нас, как бы, такие, какой-то такой регламент определенный по этому регламенту, я не могу принять эту доверенность. Поэтому надо либо доверенность переделывать, либо вызывайте собственника сюда. Я говорю, ну, сейчас в Израиле там некие боевые действия происходят, поэтому довольно-таки проблематично ему сюда прилететь. Самолеты летают, по сути дела, в один конец, потому что вывозят, наоборот, туда людей, сюда мало кто вообще приезжает. Ну, и билеты достаточно дорогие. Ну, в общем, у нас пока не получается никаких найти решений. Параллельно пытаюсь получить выписки от компании Next по всем платежам по данной квартире, потому что человек купил квартиру два года назад, и он периодически, как бы, выплачивал какими-то платежами за эту квартиру вообще из разных стран. Там дочка заплатила, сын где-то заплатил, и все живут в разных вообще странах. И в итоге получилось что? Что было два платежа, отправлены были из Австралии, и эти платежи, отказывается, не были зачислены на счет, по сути дела, продавца, на счет собственника. Они где селись, где-то в подъездном состоянии они оказались, и сам застройщик не понимал, чьи это деньги, и почему это произошло? Потому что неправильно был указан номер квартиры. Там указывается номер этажа и номер квартиры. И перепутали. Сначала указали номер квартиры, а потом уже написали через там тире номер этажа. И поэтому эти деньги оказались подвешены. В итоге, наверное, на решение вот этой проблемы тоже ушло, наверное, неделю, потому что все как-то очень долго, долго решается. Там у них такая некая координация определенная в компании. Компания большая, как я сказал, довольно такая амбициозная, крупная, и все они там заняты. Поэтому у каждого отдела свои какие-то функции, они перекладывают эти функции на разные отделы. Весь отдел продаж, он прикладывает функции проверки на бухгалтерию. Бухгалтерия там проверяет. Потом это юридический отдел. Вот такая какая-некая такая цепочка. Довольно-таки сложная цепочка для понимания. В итоге получилось все это дело как бы узнать, все это дело пробить, вернуть деньги на счет покупателя. Но вот возникла ситуация вот с этим, вот с этой доверенностью. Можно было, конечно, сделать доверенность вообще полностью на меня в Израиле, полностью на меня, на оформление, на продажу, вообще на все действия. Но момент такой, что из Израиля доверенность требует апостиля. Например, доверенность из Украины, доверенность из России никакого апостиля не требует. А доверенность, допустим, из Израиля, из Канады, из других стран требует апостиль в Израиле дается или делается в суде. Суды сейчас закрыты, поэтому сделать апостиль было практически невозможно. Поэтому была сделана доверенность, вот эта доверенность на меня на формат переуступки, чтобы я мог сделать переуступку. Ну, как я сказал, юрист, юридический отдел отказал в этом. В итоге, там, правдами-неправдами получилось уговорить продавца, собственника этой квартиры, как-то, в общем, взять билет и прилететь сюда, в Батуми. В итоге человек-продавец пролетел, и мы думали, ну, мы сейчас все быстро сделаем. Оказалось, нет, тоже все непросто. Тоже у нас на это ушла где-то неделя, потому что непросто так сделать эту переуступку. Во-первых, сейчас я скажу, юрист компании дает некое, как бы, образец соглашения, такое, там, называется, двухстороннее соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества. Он, соответственно, на грузинском и на русском языке, такая большая портянка на двух страницах, которую нужно заполнить. Они сами ничего не заполняют. Вам дают некий образец, вы должны найти переводчика, соответственно, которая владеет русским, там, грузинским языком. И вот это соглашение, вот это соглашение двустороннее, нужно заверить у нотариусов. Вот. Ну, не буду говорить, что сейчас некие проблемы с переводчиками, потому что некоторым переводчикам надо записываться за неделю, везде очереди. Нотариуса по Батуми мало, потому что сейчас, как бы, город так сильно раздулся, и все нотариусы, они, по сути дела, ну, битком. Не каждый нотариус вас еще примет. Вот. Пришлось, как бы, нам найти переводчика. Искали, просто уже по улицам ходили, потому что знакомые переводчики все были заняты, пришлось ходить, вот, там, условно, на улице нашли какую-то переводческую контору. Пришли, сказали, нам нужно вот это вот составить, это соглашение, тоже составить, просто заполнить. И потом заверить его нотариально. Ну, в итоге, как бы, все это мы сделали. Получилось достаточно дорого, потому что заплатили, по сути дела, две цены, потому что в этой компании переводов не было, вот, переводчика, по сути дела, там, на месте не было переводчика, они какого-то вызвали переводчика, переводчик пришел, и вот у нас получилось две цены за это, за то, что приходящий переводчик. Все заплатили, все сделали. Составили, причем пришлось вот этот договор двухсторонний, мне пришлось как бы бегать его, периодически сверять юридический отдел, потому что, во-первых, идет как бы долгая обратная связь, ты вроде юридический отдел посылаешь, уже заполненный, обратиться в это двухстороннее соглашение, и ждешь там день-два, ждешь ответа, потому что у них, видимо, большой поток какой-то входящей информации, документов, и они просто не успевают тебе ответить. И ты ждешь, ждешь, и получается проще добежать, доехать до юридического отдела компании, там это прямо на месте согласовать, опять бежишь в бюро переводов, там они все это на месте правят. Ну, в общем, вот такая какая-то картина, не очень такая легкая, довольно-таки сложная, я бы сказал, это очень был такой нервный стресс практически у нас у Т3. Я как риэлтор, покупатель и продавец, который прилетел вообще из другой страны, говорю, из Израиля. В итоге все как бы получилось, оформили мы переуступку на уже нового собственника, продавец получил деньги, и все у нас как бы нормально произошло. Поэтому все вот это видео сводится к тому, что если вы продаете в формате переуступки, вы не думаете, что вы все за один день здесь делаете. Нет, у каждого застройщика свои какие-то правила, свой регламент работы с клиентами, поэтому вы должны закладывать вот эти какие-то временные рамки. Если вы думаете, что вы сделаете все за 2-3 дня, это на самом деле не так. Я говорю, как вот я сказал, у меня на это ушло, на решение проблемы только с Некстом ушло 3 недели. 3 недели это в такой непрерывной какой-то вот суете, в поиске каких-то денег зависших, потому что покупателю нужно было предоставить вообще все вот эти вот платежи, которые проходили по данной квартире. И чтобы это была сверка с бухгалтерией, но в данном формате все как бы нормально разрешилось. Другой формат, это вот касается домов, касается застройщиков, комплексов, в которых есть некий такой формат, когда договор обязательного, обязательной сдачи квартиру в аренду. Так это как-то их называется, этот договор. Когда вы покупаете квартиру, вы в этой квартире не имеете права жить все время. Вам дают либо месяц, либо два месяца вы можете в этой квартире находиться, а остальное время вы должны эту квартиру сдать в управление управляющей компанией от застройщика. К примеру, в компании Орби там пишется письмо и отказываешься ты от услуг управляющей компании Орби, и вы можете в этой квартире жить или там сдавать ее в аренду самому или передать какой-то сторонней управляющей компании. А в некоторых комплексах это невозможно сделать. Они отказываются предоставлять вам формат квартиры, но это можно решить как? Это решается в компании, допустим, Арфи, это нам предложили решить, нужно доплатить 18%, как бы вы купили квартиру, в которой вы не имеете жить. Потом, если вам нужно эту квартиру вывести из формата апартаментов, сделать на ней статус обычной квартиры, вы доплачиваете еще 18% и она становится у вас без неких таких обременений. Потому что вот это обременение, оно прописывается в выписке в юстиции. Вы можете об этом даже не знать. Вы можете купить квартиру некую, а потом оказывается, что вы в ней больше двух месяцев и не можете жить. Еще вы обязаны сделать ремонт за свой счет и потом эту квартиру отдать на какой-то определенный срок. У разных застройщиков разные какие-то временные рамки управления данной квартирой. Где-то там 2 года, где-то 4 года, где-то вообще 10 лет. Вам не дают 10 лет пользоваться своей квартирой. Вы ее купили, заплатили за ремонт и потом получаете условно 60% прибыли от сдачи в аренду. Но опять, контролировать это, наверное, достаточно сложно. Потому что, допустим, как получилось в компании Орби, многие, я знаю, собственники отказались от услуг управляющей компанией, потому что не сдаются квартиры. Даже у нее звонили некоторые люди из альянса, которые давали квартиру в управление. И многие оказались недовольны, потому что либо квартира очень мало сдавалась, либо вообще не сдавалась какие-то вот по полгода даже люди получали информацию, что их квартира не сдается, никаких денег нет. На самом деле, проверить это сложно, сдавалась она или не сдавалась. Но вот тут это вопрос такой, щекотливый. Поэтому проверяйте договора, когда вы подписываете договор купли-продажи, подписываете договор застройщикам с рассрочкой платежа, узнавайте, что в итоге вы должны еще будете платить. Допустим, вот сейчас вы знаете, допустим, в компании Next, в компании Premium, там нужно еще доплачивать за газ. За газ там тоже цены, ну там где-то полторы тысячи долларов, где-то тысяч семьсот, но разные ценники в разных застройщиках, где там есть, вот продавали квартиру, вообще там, можно сказать, на задворках, в селе на задворках Батуми, там застройщик взял по семьсот, по семьсот долларов он брал за некое подключение газу, которое он как бы делал, я не знаю, это как бы это законно, это или незаконно, но вот дополнительно взял еще дополнительные деньги за это, за то, что он подключил весь дом к газу, и вот за каждую квартиру он еще берет дополнительно по семьсот, по восемьсот долларов, вот, просто за то, что он трубу, трубу подвел. Какие-то застройщики это не берут за эти деньги. Раньше, не знаю, раньше продавала квартира за застройщиков, такого вообще не было. Просто продают квартиру и все, в ней уже включены все вот эти вот платежи, которые застройщик оплатил, это все входит в стоимость квадратного метра. Сейчас еще у вас дополнительно, с вас берут некие деньги, вы тоже должны это как бы понимать. Там берут за счетчики, за какое-то подключение к счетчикам, за подключение газу, за подключение к свету, к воде, за это тоже берут некие какие-то деньги. Ну и напоследок еще такой формат, когда, как я уже вначале сказал, то, что за квартиру некоторые покупатели отказываются платить наличными деньгами. Поэтому вы должны тоже понимать, если у вас условно нет счета в грузинском банке, вам этот счет, по идее, нужно открыть. Если вы являетесь собственником квартиры, то вам обязательно надо стараться открыть счет. Либо в системообразующих банках, там, Банков Джорджия, ТБС банк, возможно, там, Соло, Кредит банк. Ну, разные банки, в любом случае, в каком-то банке нужно открыть счет, потому что потом у вас может быть проблема при продаже вашей квартиры. Так вот у меня сейчас есть проблема некоторая с квартирой. Собственник за 4 года не сумел, то ли не захотел, в общем, протянул время и не открыл счет в Батуми. Потом приехал летом, и ему отказали в открытии счета, потому что тоже гражданин другой страны, граждан некоторых стран, как вы знаете, счета здесь не открывают. Поэтому вы должны это тоже, как бы, понимать. Если у вас, если вы риэлтор, условно говоря, и у вас, у клиента нет счета в банке, как вы собираетесь произвести взаиморасчет на сделке? Не каждый покупатель захочет платить наличными деньгами. Сейчас все больше и больше появляются людей, покупателей, которые отказываются платить наличными. Многие хотят провести расчет с расчетного счета на расчетный счет. Опять же, как у меня были случаи за последний год, когда вроде бы есть счет в банке у продавца и покупателя, но в разных банках. У одного счета TBC, у другого счета Банка у Джорджия. Так вот, платеж за один день не проходит. Если вы думаете, что за один день у вас с TBC уйдут деньги, и придут они в этот же день у Банка у Джорджия, нет. Это проходит, ночь проходит или там два дня проходит, потому что деньги как бы замораживаются на неком счете где-то там, и за там пять минут счета не проходят. Поэтому лучше всего, когда у покупателя и продавца счет в одном банке. Тогда платеж проходит буквально там за одну минуту, прям моментально, раз деньги упали. Ну вот это тоже имейте в виду. Ну, надеюсь, информация кому-то оказалась полезной. Конечно, такая узко специализированная информация, она не для какого-то широкого зрителя. Кому там понравилось, ставьте, пожалуйста, лайк. Лайки продвигают это видео. Всем спасибо за внимание. Еще раз меня зовут Алексей. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok